Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. И сегодня, как обещала, я хочу сделать обзор на новинку этого года от фирмы Мария Скусница. Набор называется Соцветия Гортензий. Постоянные зрители моего канала уже видели этот наборчик. Я его показывала, когда делала обзор посылочки с магазином Мир Вышивки. Кстати, магазин Мир Вышивки предоставил скидку моим зрителям 10% на первую покупку. Если вы еще никогда не делали покупки в магазине Мир Вышивки, можете перейти по ссылочке, которая находится под этим видео. И при оформлении заказа в графу промокод введите Инесса. И вы получите 10% скидку. Ну а теперь приступим к обзору этого наборчика. Сразу хочу сказать, что наборы этой фирмы я уже вышивала. У меня есть готовые работы, я вам покажу их в конце видео. И в запасах у меня есть такие наборчики. Мне очень понравилось. Как только я вышила первый набор от фирмы Мария Скусница, я поняла, что наборы от этой фирмы я буду покупать. Мне они очень нравятся. В общем, размер вот этой картины 23 на 33 сантиметра. Что отличает эти наборы от других наборов? Это вот такая сумочка. Я уверяю вас, эта сумочка очень крепкая. Она не рвется. И когда я вышиваю, процесс я складываю вот в эту сумочку. Очень удобно. Обычно я использую папки, покупаю разные папки, перекладываю туда набор. Но наборы фирмы Мария Скусница никуда перекладывать не нужно. Вот так. Теперь вот такая вот фирменная наклеечка голографическая. Так, вскроем ее. На кнопочках. Кстати, очень крепкая. Я думала, что вот это все порвется. Пару раз прикреплю и порвется. Нет, сумочка очень-очень крепкая. Так, вытаскиваем наборчик. Вот такие планшеточки. Раньше были другие планшетки. Наборы комплектовались другими планшетками. Ну, а сейчас вот такая идет намотка. Я не могу пока сказать, удобная эта намотка или нет, потому что я такой намоткой не пользовалась. Ну, опять же, это дело вкуса. Кому что нравится. Я привыкла к обычным планшеткам с дырочками. В принципе, мне все равно, на каких планшетках намотаны нитки. Я в этом плане человек не капризный. Мне главное, чтобы нитки были хорошего качества. Канва была хорошего качества и удобная схемка. Для меня это самое главное. Ну, а здесь очень хорошие комплектующие. Нитки Финка. Очень понравились мне эти нитки. И равномерка Цвайгард. Вот именно этот набор комплектуется равномеркой Линда 27. И видите, она нежно-голубого цвета. Очень много наборов от Марии Искусницы комплектуются равномеркой. Равномеркой или льном. Единственное, что я смотрю, я не вижу номера. Я почему-то не вижу номера. 1, 2, 3, 4. Нужно будет по ключу сверить и подписать. Вот это не совсем мне понятно. Так, 30 цветов мулине используются. Можно было бы здесь, конечно, прочитать. Но мы еще не дошли с вами до схемы. Так, иголочка. О, иголочка полностью золотая. Первый раз вижу в наборе полностью золотую иглу. Не золотым ушком, а полностью золотая игла. Не знаю, удобная она или нет. Первый раз я такую вижу. Ну, мелочь, а приятно. В принципе, неплохая иголочка. Нормальная. Так, вот такая равномерочка. На голубой я еще не вышивала. На белой вышивала, на бежевой. Молочного цвета вышивала. Но теперь попробую повышивать на голубой. Так, инструкция. Гарантийный талон. Везде в наборах от Марии с кусницей гарантийный талон. Так, здесь немножечко другой ключ. Чуть-чуть изменилась комплектация наборов. Ключ немножечко другой. Так, здесь идет полный крест в две нити. Полукрест в одну нить. Ну, мало. Всего несколько значков. В основном идет крест в две нити. Французские узелки. Из двух цветов французские узелки. Ну, и, естественно, бэк. Естественно, бэк. Так. Самое интересное, что... Так, здесь вот описаны цвета. Оранжевый, канареечный, цвет граната. Ну, в общем, нужно будет подписывать. Смотреть, какая планшетка соответствует. И подписывать номера. Иначе... Ну, лично я запутаюсь. Я бываю такая разява, что я могу запутаться. Мало того, что я на равномерке вышиваю без разметки. Я помечаю центр и от центра вышиваю. Ну, мне сложно вышивать без разметки. Если еще нитки вот так вот... Не подписаны на планшетке. Я думаю... Ну, для меня лично это сложно. Но для тех, кто пошустрее, для них труда это не составит. Ну, схемы показывать полностью нельзя. Поэтому я вам покажу вот такой маленький кусочек. Схема очень хорошо читаема. Схема удобная. На листах А3 схема расположена. Так, ключ на отдельном листке. В общем-то, все удобно. Все очень даже удобно. Так, описание процесса вышивания. Ну, это для новичков. Показаны стежки. Хоть мне это и не нужно, но мне нравится, когда производители вкладывают вот такую инструкцию. Для тех, кто только учится вышивать. Это очень хороший помощник. Для тех, кто учится вышивать. Ну, а сейчас покажу, какую я уже работу вышивала от фирмы Мария Искусница. Вот такую подушку. У меня из этой серии есть еще подушка. Голубая. Эту я для себя вышивала. А голубую хотела вышить в подарок к свекрови. Но пока еще не сложилось. Пока еще не начала вышивать. Вот, смотрите, эта сумочка уже была в использовании. Я пока вышивала, складывала туда процесс, складывала нитки, много-много раз уже закрывала, открывала. И, как видите, сумочка абсолютно целая, совершенно не потрепалась. И вот эта подушка как раз вышивалась на равномерке. Вот такая будет обратная сторона. И лицевая сторона будет комбинированная. То есть, вот эти два фрагмента я вышивала, а эти будут пришиты. Нужно оформить. Все никак, руки не доходят. С оформлением у меня всегда проблемы. Долго ждут мои работы, оформления. В общем, вот такие вот получились у меня два фрагментика. И, что вот интересно, я вот эту работу вышивала. Это первая была моя работа на равномерке. Ну, кто смотрит мой канал, знают, что я очень боялась равномерку. И пробовала вышивать. И вот, что у меня получилось. Я была удивлена, потому что крестики у меня получались достаточно ровные. Но я думаю, как раз здесь роль играет основа. И очень хорошие ниточки финка. Они, видите, как ровненько ложатся. В общем, у меня с ними, с этими ниточками состоялась любовь с первого взгляда. И даже изнанка, хоть и не идеальная, но более-менее аккуратная. Хотя я никогда не стремлюсь изнанку делать красивой. Я как-то мало уделяю внимания изнанке. Но как-то вот с этими ниточками у меня все сложилось. Они не путались. Узелочками не завязывались. Но мне было ими вышивать достаточно легко. И после этой работы, конечно же, я на линде 27 с удовольствием вышиваю. Еще у меня есть одна работа от фирмы Мария Искусница. Это вот такие совята. Таких наборчиков два. Но я не очень любила сюжеты детские. Но когда я вышла вот эту работу, мне почему-то захотелось в пару еще такую же. И я приобрела вот этот наборчик. Вот видите, здесь совенок сидит на дереве. Вот такая вот парная работа. Ну, в общем, теперь у меня еще вот такой наборчик будет ждать от Шива. Конечно же, это не все наборы из моей коллекции. Вот такой еще у меня набор есть на льне. И есть второй наборчик с вишенками тоже на льне, но лен разный. Вот в этом наборе и в втором наборе там другой лен, другого качества. Специально купила я разные работы для того, чтобы сравнить. Я не вышивала никогда на льне, и это будет моя проба. Пока еще боюсь приступать. Но обязательно в ближайшем будущем приступлю. Видите, какие планшетки? Вот раньше в наборах мне попадались вот такие планшетки. Вот такую намотку, как в гортензиях, я первый раз вижу. Может быть, у них разные. Но видите, здесь и сумочка другая. Здесь просто пакетик. Но этот наборчик стоит все-таки дешевле, чем вот тот набор с гортензиями. Может быть, поэтому там сумочка. Но, в принципе, не так важно. Все равно разработки, дизайны красивые. 25 на 15 размер вот этой работы. У нас в багетке начали оформлять шкатулки. Такие красивые шкатулки я вам уже показывала. Я долго подбирала работу, какую мне вышить, чтобы оформить шкатулочку. Выбрала вот эту работу. Мне хотелось либо на равномерке, либо на льне. Но я пока еще не знаю, как у меня на льне получится. Если получится идеально, то я оформлю в шкатулку. Потому что все-таки шкатулку люди в руки берут, близко разглядывают. Крестики должны быть идеальны. Так, когда вышью, я потом подумаю, куда что оформить. Ну, надеюсь, у меня все получится. Все сложится. И я смогу вышить аккуратненько. Хотя, в принципе, на шкатулку и вот эта вот тоже работа, на квадратную шкатулку, да, была бы классно. Но, опять же, схемка у меня осталась. Можно подобрать ниточки. Можно немножко другого цвета и узором вышить на равномерке. Оформить шкатулку при желании. Хотя, не знаю, два раза один и тот же сюжет мне сложно вышивать. Поэтому это я так фантазирую. Может быть, кому-то пригодятся идеи. Ну, все. Вот я вас и познакомила с наборами от фирмы Мария Искусница. Надеюсь, мой обзор вам понравился. Не забывайте ставить лайки. Пишите комментарии. Большое спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok